ВОЛГА Есть в Самаре место, аналогов которому нет больше нигде в мире. Граждане дали ему отдельное название – «За Волга» в одно слово. Одни приезжают сюда на выходные, другие переезжают на все лето. Самарцы приглашают на экскурсии сюда своих гостей из других городов и даже стран. Показываем свое гостеприимство, чтобы потом из этих городов все больше и больше туристов приезжало в наш любимый город. Самое приятное, что отдых здесь на любой вкус. Любители понежиться на пляже, греются на золотом песке у воды, экстремалы сплавляются по Волге на байдарках, катаются на вейкбордах, ловят попутный ветер и люди на парусниках. Для туристов здесь есть еще много развлечений – рыбалка, музеи, фестивали, смотровые площадки. Курорт, на который не нужно добираться несколько часов с тяжелыми чемоданами. Достаточно 20-минутной поездки на катере, и ты уже в одном из самых живописных мест на Земле. С головой в лето вдоль правого берега Волги растянулись десятки палаточных лагерей. Их начинают ставить в мае, а живут здесь практически до октября, пока погода позволяет. И если несколько лет назад это был больше походный отдых, без благ цивилизации, то сегодня уже продумано все до мелочей. Жить здесь стало комфортно. Это солнечная батарея, от солнца питает энергию, заряжается аккумулятор, то есть вечером у нас всегда есть свет, пожалуйста, телефон может зарядить. Александр Бадаков приезжает за Волгу на все летние выходные уже 8 лет подряд. Рассказывает, сам вырос под Виновкой, а сейчас детям показывает все прелести родной Волжской земли. Вкушать их малыши начали уже с первой недели жизни, смеется мужчина. Зачем куда-то ехать, допустим, за тысячи километров куда-то, когда у нас своя есть природа, свои красоты. Приготовление еды на костре можно оставить для души. В лагере есть кухня с газом. Голодными здесь не ходят. Вот готов обед. Погода летом на правом берегу, как правило, жарче, чем в городе. Поэтому пару лет назад отдыхающие выкопали полутораметровый погреб, чтобы освежать напитки и продукты. Всего в одном лагере семь палаток. Компания собралась дружно, рассказывает Александр. За годы совместного отдыха все стали родными людьми. Ну и вот, авеню Ромашка. Наши палатки. Приезжают в лагерь и из других городов. В том числе, за волжская жизнь пришлась по вкусу гостям из столицы. Сергей Михайлин приезжает в Самару к родным и не упускает возможности отдохнуть за Волгой. Это же самый кайф. Подальше от этой цивилизации, в палатке, забыв о том, что надо куда-то идти, куда-то ехать, за временем вообще не следишь. Так что в этом все и поэзия. Я, наверное, на пятизвездном состоянии отеле это не применяю. Среди жителей палаточного городка абсолютно разные люди. По соседству с московским педагогом обустроил быт самарский художник Андрей Баранов. Ну, в общем, такой летний нарядный день, чтобы человек мог прийти там зимой, длинными зимними вечерами смотреть на это дело и как бы возвращаться в позитив. Ценитель прекрасного приезжает жить в лагерь уже 16 лет подряд. С упоением рассказывает, вместо будильника просыпается от пения птиц. Рано утром здесь можно увидеть стадо косуль, мирно пасущихся на лугу, неподалеку от лагеря. В воде целые косяки рыб. Здесь чувствуешь себя частью чего-то большого и такого естественного, признается мужчина. Волга, по-моему, самое лучшее, что у нас есть. Хотя у нас много хорошего в городе, но меня больше всего привлекает Волга. Особенно удобно то, что я живу буквально напротив и переехав недорого, я попадаю в мир природы абсолютно. Я не думаю, что есть такая возможность, если даже уеду куда-то за границу. Чуть дальше от палаточного отдыха совсем другой туризм – заповедник Самарская Лука. Толпы туристов даже в будний день, в любую погоду. Они приезжают сюда снова и снова и каждый раз находят здесь, в одном из самых живописных уголков области, в самобытном селе Ширяево, что-то новое. Здесь действительно есть на что посмотреть. Мы сейчас стоим между двух гор – Попова гора и Монусырская гора. Есть далее, да, горы? Ну, в обрамлении гор мы живем. Вадим Владимирович Путин в 2000 году приезжал. Я, конечно, была молодая. Я им читала «Между горе залегло». В Жигулях мое село. Это ведь стихотворение написал наш местный поэт Александр Абрамов Ширяевец. Вот его дом. Через дом здесь архитектурные памятники. Они хранят в себе историю не одного поколения. В основном застройка начала 19 века. Сейчас многие из них выкупили частники и сделали гостиницы. При этом привели их в порядок. Сегодня, конечно, через каждые три двора, наверное, гостиницы. Гостевые дома, так скажем. Рядом тоже здание 1887 года. То же самое. Вот напротив. У них замечательные внутри тоже гостевые дома. Это вот как раз развитие туризма в селе Ширяево. За сезон здесь отдыхают почти 10 тысяч человек, не считая тех, кто приезжает только на выходные. К 2024 году в селе будет еще больше перемен. Здесь делают особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Появятся пешеходные дорожки, торговые рейды вдоль Волги, рассказывают местные жители. В Ширяево проживают почти 500 человек. Вот что привлекает туристов? Почему они возвращаются сюда снова и снова? Туристов привлекает сама природа. Вы поднимитесь на Попову гору, на смотровую площадку или на монастырскую вот к этому кресту, да? Это же ширь, это же простор, это же красиво. Это же воздух. Не надо в аптеке ходить, нужно просто не лениться, выйти в поле и вся аптека там. Уфологи называют Ширяевские земли одними из самых мифических в стране и даже мире. Причина, по мнению ученых, кроется в местоположении. Здесь стык тектонических плит. Верить в мистику или нет, это дело каждого. Но то, что горы вокруг просто заполонили чертополох, в народе трава, отпугивающая злых духов, лечебные мать и мачеха, Иван-чай и другие, это факт. Местные жители используют их не только в быту, но и превращают это занятие в бизнес. Тем более, что и спрос есть, особенно у иностранцев. В основном, конечно, кукол с травой. Наши травы местные очень душистые. И как бы в кукле, особенно вот в такой кубышке, здесь травяной сбор специальный, вот такой успокаивающий. Вот, интересуются, берут. В основном я делаю успокаивающий сбор. Это пустырник, лаванда и этот, как его, господи, душица. А травы все здесь собираете? Кроме лаванды. Ну, лаванду я пытаюсь во дворе у себя посадить. Вот такая вот кукла тоже пользуется авторитетом. Она с денежкой, с монеткой. Если ее на ночь, говорят, поставить в кошельку, то деньги из кошелька не будут быстро уходить. Ширяево – это место притяжения еще и потому, что часто здесь проводят фестивали. Как родина поэтов и художников, эта земля привлекает настоящих ценителей прекрасного. Здесь один из интереснейших музеев – историко-краеведческий. В усадьбе, где он находится, в свое время останавливался Илья Ефимович Репин. Здесь какое-то вообще удивительное место, какой-то силы притяжения. Ведь не случайно Илья Ефимович здесь остановился для поиска натуры для своей работы. Здесь какое-то такое небо другое, горы другие, вода какая-то более яркая, что ли, сочная. И даже сам дух, вот кто-то сегодня впервые здесь оказавший, необыкновенный какой-то, даже воздух он другой. Ну, а такая красота, такая атмосфера хорошая. И вообще Илья Ефимович Репин. Нам вообще интересен Репин. Мы следим за его творчеством, так скажем, и бывали уже во многих музеях, где находятся его картины. И в том числе, кстати, в Репино под Питером, где он закончил свою жизнь. А Ширяево интересно тем, что он здесь начинал. Один из традиционных фестивалей – Репин навсегда. Уже 18 лет подряд в честь Дня рождения художника здесь собираются искусствоведы и просто ценители. Приезжают и из-за рубежья. Артисты самарских театров показывают для гостей представление. Илья Ефимович, дорогой! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и куда ведь Господь привел нас? А! К Ивану Алексееву, знаете? А-а-а! Знаете? Вот! Вон, смотрите, на берег вся семья высыпала. Ага. Вас ждут с утра. Ну, вот мы и дома. В огромном дворике усадьбы проводят различные мастер-классы. В том числе, все лето здесь учат мастерить. Что плетете мастерить? Мы учимся, осваиваем, да. Это вышивка по филейной сетке. Сначала мы плетем вот такие вот сеточки, а потом натягиваем их в пяльцы и по ним уже вышиваем. И получается вот такое вот волшебство. Музей полон интерактивов и арт-объектов, что, кстати, и связано с огромным количеством различных фестивалей, проводимых здесь. Именно после них появляются новые современные скульптуры. Не все из них однозначны. Например, вот этот под оправдывающим себя названием трэш-арт. Авторы решили заменить краски старой одеждой. На полотне повторяется экспозиция, что и на картине. Только в дело идут старые носки, джинса, майки и даже головные уборы. Таких необычных скульптур, которые хочется рассматривать, здесь много. Этот арт-объект называется «Дом наизнанку». Он состоит из 288 вот таких вот маленьких дощечек, на которых взрослые и дети рисуют все то, что накопилось внутри. Начали этот проект еще на фестивале «Чистый репи». Но он настолько понравился туристам, что решили не бросать начатое. Большой наплыв туристов здесь ожидают в середине августа. Ежегодно проходит праздник вишневого пирога, как его прозвали местные жители. «Жигулевская вишня» в фестиваль собирает десятки кулинаров. Они выставляют на суд зрителей свои шедевры. Любой желающий не только смотрит, но и оценивает на вкус. К этому празднику в последнее время решили ввести добрую традицию – тематически украшать дома. А дома украшаете? В прошлом году ко мне гости приезжают, поскольку моя фамилия Вишняковая. Я вот эту идею перенесла. Думаю, ну и дальше будем продолжать. Вишневый пирог в Ширяево, потом у Вишняковых. И мы сидели, как-то что-то думали, рассуждали. Девчонки, они украсили нам дом. И вот у нас одна моя однокурсница, она вот сделала вишенки из бросового материала, да, из пробок. И мы повесили в прошлом году. Всем понравилось, выделился дом. Все обращали внимание, все думали, что у вас тут пироги продают. Я говорю, нет-нет-нет, это мы просто праздник, еще афишу повесим. Здесь жил бухгалтер по образованию Алексей Викторович Бещев. Ему в этом году исполнилось бы 145 лет. И он был селекционер-любитель. И здесь селекционировал вишню, которая растет только в этих краях. Она крупная, сочная, невысокая и плодоносится почти каждый год. Ширяево издавна считается певучим. К народной песне здесь отношение особое. Поют все. Добраться до Ширяева из Самары легко. Часто ходят рейсовые переправы Москва с речного вокзала и поляны Фрунзе. 40-минут речной прогулки и сходишь в самобытном месте со своей историей и культурой. Местные жители гостям рады. Как только замечают вдалеке туристический теплоход, сразу же бегут встречать, прихватив с собой на продажу корзинки с ягодами. Почему Ширяево? Удобно добраться с детками. Дорога хорошая, что подняться можно. И в принципе очень красиво, детям интересно. Еще одно место, которое не пропускают приезжие, это знаменитые штольни. Это, наверное, самая заметная достопримечательность. Аккуратные квадраты входов видны в верхней части склона Поповой горы. А в монастырской штольни расположились аж в два этажа. На первый взгляд это темные пещеры, из которых веет холодом. Температура там, как правило, на порядок ниже, чем на улице. Делаешь шаг вперед, и ты подумай только внутри гор. Ширяевские штольни вырубили в конце 19 века. Тогда здесь добывали высококачественный известняк. Сейчас это один из самых популярных туристических маршрутов в Самарской Луке. Нетрудно догадаться, что именно привлекает туристов здесь. Попадая сюда, ты будто переносишься в прошлый век. Во времена крепостного права большинством крестьянских душ в селе Ширяево владел князь Волконский. Главной повинностью своих крепостных он сделал добычу и обжиг извести. Чтобы брать необходимое сырье, крестьяне объединялись в артели. И выбрав нужный участок в окрестных горах, вскрывали поверхностные слои. Процветал такой промысел несколько десятилетий, в том числе и после отмены крепостного права. В итоге в конце 19 века на отрезке Жигулевских гор появилось множество небольших карьерчиков каменоломен. Сегодня штольни – это еще и некий природный квест. Люди, которые сюда заходят, ожидают увидеть необычное, встретить нечто таинственное. Но на деле оказывается не так фантастично. Ну, скучно, ладно. Могли бы что-нибудь. Ну, музыка там. Так, а у нас проведение. Проведение, да. Хотя в штольниках все же есть обитатели. Правда, не такие загадочные. Вполне себе обычные мыши. Летучие. Но обитают они, как правило, там, куда обычный турист не доходит. Поэтому такие встречи происходят крайне редко. Жигаева славится не только чарующей природой, но и вкусностями. Выпечкой и самодельным квасом, чтобы сделать глоток которого сюда слетаются туристы со всего мира. Еще одно любимое занятие как местных жителей, так и приезжих – традиционная рыбалка. Любителей порыбачить здесь много, как и на всей Волге. Ведь река богата на самую разную рыбу – сом, судак, лещ, сазан, щука, окунь и другие. Есть и те, на которых охота строго запрещена. Они находятся в Красной книге, например, стерлить. На территории Самарской области существовала проблема. То, что у нас запасы осетров резко снизились, из-за того, что будет построена каскад ГЭС. Стерлить была занесена в Красную книгу Самарской области. Но в последнее время и хозяйствующими субъектами, в том числе и государством, и правительством Самарской области предпринимаются все меры по восстановлению запасов стерлитью, водоемов в Самарской области. Чтобы сохранить популяцию, в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в Виновке разводят мальков в стерлиде и ежегодно выпускают в реку. Если с любовью, с молитвой, и деревья, и природа, вся платья тем же, она отвечает взаимностью, и все лучше растет, и процветает. Поэтому очень важный фактор имеет молитва, и с молитвой любовь, и доброе сердце, и все тогда получится. За природой родного края тщательно следят. Ведь терять есть что. Если направиться вглубь заповедника, открываются виды еще живописнее. Одно из самых притягательных мест Самарской луки – вершина горы Стрельная. Там очень классно. Заходишь, прям хочется, как орлан такой. Полететь. Из-за температурных контрастов и особенностей почвы здесь кладезь редких растений. В ледниковый период джигули льдом не покрывались, поэтому сюда переместились обитатели северных широт. Некоторые из них сохранились и до наших дней. Их называют реликтами. Это одно из немногих мест на Земле, где сосны растут в известняковых породах. Помимо растений, среди достоинств места, конечно, потрясающий вид. Мы не стали отставать от туристов и тоже поспешили сделать пару памятных фото на оставшем уже знаковом месте, которое самарцы облюбовали для соцсетей. Стрельная часть заповедной зоны Самарской Луки. Поэтому пребывание здесь ограничено. Не более двух с половиной часов. Иногда этого времени мало, чтобы насладиться впечатляющими видами. Туристы заглядывают сюда каждый день, независимо от погоды. Семейный отдых, обзорные групповые экскурсии. А также самарцы спешат показать богатство края друзьям из других городов и стран. Редактор субтитров А.Семкин